Всем привет! Сегодня решил выложить видео обзор о прекрасном месте. Согласен, что видео не совсем форматное для моего канала, но думаю, что моим подписчикам и гостям канала будет весьма интересно посмотреть на прекрасный уголок природы, который находится в непосредственной близости от места моего проживания. Баянаул, волшебное место. Сразу скажу, что моя камера не способна передать всю красоту, которую видит человеческий глаз, но в интернете можно найти профессиональные съемки этих замечательных мест, поэтому кому будет интересно, тот может продолжить знакомство с Баянаулом и посмотреть видео на других каналах. Время съемки данного видео обзора конец августа 2019 года. Уже похолодало, вода в здешних местах даже в летний зной не особо прогревается, но сейчас купаются лишь совсем отчаянные, вроде меня. Это и к лучшему. Людей очень мало, есть возможность поснимать живописные виды здешних мест. Кстати, сезон официально еще не закрыт, но многие зоны отдыха уже не работают, развлечений практически нет. Нет и той летней тусовки, шума дискотек, пьяных возгласов по ночам. Одним словом, природа отдыхает от летнего нашествия отдыхающих и постепенно восстанавливает силы. Озеро Жасабай – это настоящая жемчужина курорта, а максимальная глубина озера по одним данным не превышает 7 метров, по данным из других источников достигает 14 метров. Если честно, то у меня нет никакого желания проверять эти цифры лично. Берег со стороны домов отдыха, песчаные и весьма приспособленные для купания. Можно долго рассказывать различные легенды и предания о данных местах, но, как вы понимаете, легенды – это бальзам для ушей. К реальности они не имеют никакого отношения. Все, что вы видите, сотворил Всевышний и Мать Природа. Ну а люди всего лишь гости в этом раю. Баянаул – слово турско-монгольское происхождение и, как уверяют, означает оно «счастливые горы». Многие скалы здесь имеют свои названия, навеянные возникающими при их осмотре ассоциациями. Вот, например, скала Баба-Яга или Кемпертас. Хотя, как по мне, так в любой скале можно углядеть образ, на который данная скала похожа. Все зависит лишь от правильно подобранной точки обзора и времени, потраченного на осмотр. В здешних местах каждый камень и каждая скала неповторима и прекрасна, как будто из сказки. Большинство моих подписчиков не из Казахстана, поэтому уточню, что Баянаул находится в Паладарской области, в 426 километрах от столицы. До ближайшего города Экибастуза, сто с лишним километров. Посреди степей и мелкосопочника расположился вот такой вот уникальный оазис живой природы Баянаульские горы с 1985 года. Это национальный парк. Расположены здесь различные турбазы и дома отдыха. Неповторимый колорит местности придает сочетание уникальных скальных массивов и неповторимых озер, которых здесь четыре. Каждое озеро завораживает. Это же Сыбай, Тарай-Гыр, Сабэнты-Коль и Биржан-Коль. С точки зрения масштабности горы небольшие. Всего-то не более 50 километров в длину и в ширину не более 25 километров. Да и очень даже невысокие. Максимальная вершина всего-то 1055 метров над уровнем моря. Но какие они красивые. То, что горный массив располагается посреди бескрайних степей, приподнимает эти горы визуально и они кажутся намного более высокими, чем они есть на самом деле. Ну и по красоте данные горы просто бесподобны. Это отмечает любой, кому посчастливилось оказаться в этих местах. В эти горы невозможно не добиться и хочется приезжать сюда снова и снова. Если большинство отдыхающих обычно пропадает на пляжах, в барах и дискотеках, то нам по душе замечательная природа этих мест. Именно поэтому мы и приехали сюда практически по завершению сезона. Сейчас уже ничего не мешает уединению с природой. Отдыхающих практически нет. Для активного туризма здесь созданы все условия. Причудливые скалы, красивейшие озера, небольшие гроты с наскальными рисунками, живописные ущелья, небольшой водопад. Есть даже пещера, считающаяся священным местом. Подъем в пещере прост и доступен для всех. Путь к пещере пролегает по живописным местам, а деревянные лестницы и переходы придают дороге особый колорит. На вершине 22-метровая пещера, которая постепенно сужается. В самом конце некое подобие казана, в которой стекает дождевая вода. Считается, что эта вода обладает чудодейственной силой и способна избавлять от любых болезней. В пещере нужно посидеть, прислонившись спиной к стене, подумать о важном и загадать желание. Считается, что данное желание обязательно исполнится. Именно так мы и сделали. Некоторые люди даже ночуют в пещере. Считается, что это дает организму особые силы. Одно слово, священное место. Растительность здешних мест разнообразна. Есть огромные массивы, поросшие сосной. Сосна здесь необычная, байнаульская, и она отличается, например, от той, которая произрастает в окрестностях Борового. Произрастает здесь и другой эндемик, каменная смородина. Мхи и лишайники покрывают большую часть камней, огромные заросли папоротников и можжевельника, которые здесь практически повсюду. Произрастает здесь и довольно редкая для Казахстана черная ольха, занесенная в красную книгу Казахстана. Уникальность данного дерева заключается в том, что с хозяйственной точки зрения ольха способна феноменальным образом улучшать плодородие почв. Везде, где растет черная ольха, почвы очень плодородные и превосходят по своим свойствам знаменитые черноземы. И заслуга в этом принадлежит именно ольхе, которая обогащает почву азотом. Кстати, кора ольхи и ее сережки очень богаты танинами. Благодаря этой особенности ее широко используют для дубления кожи и для приготовления протрав для древесины. Из сережек и коры получают очень хорошие стойкие красители, а цвет тонировки можно варьировать от желтого и красного до практически черного. Животный мир также весьма разнообразен. Основные представители млекопитающих это архары, косули, барсуки и белки. Самое большое озеро курорта Сабандеколь. На берегу озера Сабандеколь постоянно в изобилии скапливается пена. Я поначалу грешным образом подумал, что виной пенообразования расположены на берегу поселок Байнаул, который активно сливает в озеро мыльную воду с какого-нибудь прачечного комбината или банного комплекса. Но все оказалось намного сложнее. Оказывается, кусок мыла в озеро уронила красавица Байан Сулу. Считается, что вода в озере очень мягкая, именно поэтому и образуется пена. По крайней мере, у меня нет оснований не доверять данной легенде. Ведь озеро так и называется Сабандеколь. Сабын по-казахски мыло, коль озеро. Вода и на самом деле щелочная. Даже когда просто в озере обмоешь руки, остается впечатление не до конца смытого мыла. Озеро Тарагир третье по величине среди основных озер Байнаульских гор. На берегу озера расположен одноименный поселок. Достопримечательностями здешних мест также является знаменитая Ольховая роща, родник с чистейшей водой и мавзолей казахского поэта Султан Махмуд Тарагирова, в честь которого названо как само озеро, так и поселок. Глубина озера вроде как не более 10 метров. Кстати, очень странно, что у всех озер такие небольшие глубины, ведь озеро расположено у подножья гор и обычно глубины таких озер намного больше. Кстати, я озадачился вопросом, как мать природа могла сотворить такое чудо посреди казахстанских степей. Как оказалось, Байнаульские горы преимущественно вулканического происхождения и все, что мы видим, это застывшая лава. Ну и время поработало над созданием данных пейзажей, а заодно и ветер. Климат данного региона весьма суров, что тоже отложило отпечаток на местный ландшафт. Неудивительно, что именно с этих мест начался профессиональный путь первого казахстанского дипломированного инженера-геолога Каныша Сатпаева, основателя казахстанской школы геологов. Детские игры с камушками в окрестностях Байнаула стали делом всей жизни этого человека. А вот эта необычная гора называется Пик Смелых. Многим она напоминает параболическую антенну и высказываются гипотезы о том, что у этой горы внеземное происхождение. По мне, так я вижу следы мощного землетрясения. Видно, что гора ранее была круглой формы, но случился обвал и центральная часть опала, сформировав такую вот необычную форму. Края по периметру остались, что и подтверждает данную гипотезу. Если в первый день нашего пребывания погода была замечательная, солнечная, то уже во второй день погода испортилась. До обеда шел дождь, после обеда погода вроде бы прояснилась, но постепенно набегали вот такие вот мрачные тучи. Однако это никоим образом не испортило нам отдых. Ну а нависшие над горами тучи лишь добавляли колорита этим великолепным местам. Те же самые места, которые мы накануне снимали в солнечную погоду, сегодня с нависшими над ними тучами смотрелись совершенно иначе, как будто мы побывали совершенно в другом месте, не в том, в котором были вчера. Вот такой небольшой видеообзор получился о данных замечательных местах. Обзор небольшой. Почему я считаю его небольшим? Да потому что о данных местах можно рассказывать бесконечно долго. Здесь каждый камень вызывает восхищение. Каждый камень, буквально каждый камень и каждое место имеет свою легенду. Поэтому, как возможно, данный видеообзор улезал. Постарался сделать его максимально сжатым. Кого данные места заинтересовали, может без проблем найти более развернутую информацию. В частности по казахскому эпосу и по легендам есть замечательные сайты в интернете, на которых можно всю данную информацию найти. Ну а я на данной ноте прощаюсь. Еще раз всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok